Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Несколько дней назад я снимала видео, что огурцы в Сибири вырастить очень просто. Нужно только вырастить рассаду, выбрать скороспелые сорта, замочить. Вот я замочила свои арбузы и я обещала рассказать подробнее про процедуру замачивания. Нужно ли ее замачивать, в каких случаях лучше все-таки замочить. Я сейчас сразу скажу про себя. Я замачиваю всегда, но замачиваю я потому, что у меня свои семена. А так как мы живем в Сибирском регионе, они конечно поспевают у нас арбузы, но каждый раз я не уверена, я не могу точно сказать, вызрел он до такой степени, что он может дать урожай, или он просто потемнел, но еще не вызрел до такой степени, что можно вырастить с него арбуз. Поэтому я замачиваю всегда, замачиваю 100% и высеваю только после замачивания. Вот эти я, конечно, немножко упустила. Лучше всего, когда высаживать только в фазе, но только-только он вот такой вот, сейчас вам покажу. Когда только начинает он наклевываться, его нужно сразу высевать. Подождите, сейчас я его вытащу оттуда, покажу какой. Ой, 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 еще один прицепился. Ну, все, не поймаю. Потому что длинные ростки, вы понимаете, что они при посадке могут или обломаться, но нужно очень осторожно с ними. Вот, я достала два. Вот это уже, такой нежелательно садить. Это я сама упустила, я не думала, что они так быстро вырастут. Лучше всего, когда семечко арбуза вот в такой фазе, только-только у него, видите, появилось, его даже плохо видно, появился маленький-маленький зачаток ростка. Все, сразу по стаканчикам. Но я сажу и такие, потому что я умею с ними обращаться. Я высаживаю в любом. Один раз даже с двумя семидолями расщелкнулись, они лежали. Корень семидоли закопала, посадила, все вырастает. Нужно только приспособиться, со временем, конечно. Про само замачивание. Я вот замачиваю просто, как по-крестьянски, по-колхозному. Поэтому насыпала в контейнер, фланелевую тряпку положила сверху, намочила раствором эпина, так, чтобы промокли и семена, и тряпка, все. И я больше туда ни разу, закрыла крышкой, я больше туда ни разу не заглядывала. Вот сегодня открыла, вот такой уже результат. Все готово. У меня стаканчики уже наготовлены. Значит, сейчас пойду сеять позже. Чем замачивать? Я всегда замачиваю эпином. Самое элементарное, чтобы не выдумывать ничего, не высчитывать, эпин по инструкции. Я одну капсулу бросаю в двухлитровую, два литра воды, готовлю раствор. Замачиваю все семена, что остается, или опрыскиваю рассаду, или поливаю рассаду. Весь этот раствор нужно сразу в этот же день применить, но он не пропадет. Сейчас у нас много рассады, можно сделать опрыскивание, полив. Замачиваю в эпине. Можно замачивать, где тут у меня еще? Вот циркон. Можно замачивать в цирконе. Они у меня раздеты, голые инструкции нет. Но к каждому из них приложена инструкция. И вы, прекрасно прочитав, все там поймете. Для замачивания семян так же, как замачивали томаты и все. Так, я про себя сказала, что замачиваю, потому что семена домашние, я не уверена. Дальше обязательно замачивать. Если семена у вас магазинные, но старые, просроченные, даже не просроченные, если уже близок окончания, короче, срока реализации, замачивать обязательно. Ну и вообще, замачивать магазинные семена я бы тоже посоветовала, потому что они не всегда всхожие. Все-таки вот замачивание в эпине, оно как-то стимулирует их. Во-первых, может быть проснется то семечко, которое вы в сухом виде вообще не дождетесь, если посеете без замочки. А во-вторых, ускоряется прорастание. Конечно, если вы замочите в эпине, там в другом, в каком-то стимуляторе, эффектон, энерген, любой, появится вот этот зачаток ростка намного быстрее. Если вы без замачивания просто посеете во влажный грунт, это будет очень долго. Ну и, конечно, самое главное, это контроль над схожестью. Арбузные семена, они такое, как сказать, намного... Помидоры чаще всего всходят всегда все, а вот арбузы, даже покупая в магазине, даже приобретая элитные какие-то дорогие семена, многие жалуются, что из пяти семян могут три взойти, а два нет. И вот вы пронадеетесь, что это семечко у вас скоро взойдет, оно не взойдет. Каждый, конечно, вправе поступать, как он хочет. Некоторые сеют вообще сухие семена. Некоторые просто замачивают для набухания, чтобы оно как сухое, долго лежавшее семечко, которое сильно пересушено, чтобы оно просто набухло. Некоторые замачивают вот так, как я, до наклевывания. Некоторые все делают по-разному. Попробуйте тот другой способ, который вам больше понравится. Но вот я все-таки замачивать огурцы, ой, арбузы советую, потому что, во-первых, вы увидите, сразу увидите росточек, и вы будете знать точно, что вы посадили пять арбузиков, и все они у вас зайдут. Вот это было коротко о замачивании. Я вот замачиваю таким простым способом. Вы можете между двумя ватными дисками положить свои там три-пять семечек и полить раствором, закрыть целлофановой пленочкой. Конечно, арбузы выращивают не все. Многие боятся, что они не вызреют. Но я уже рассказывала, как получить урожай пораньше, как получить урожай даже в сибирском регионе. Вот у меня всегда вызревают арбузы. Выращиваю рассаду, беру скалораспелые сорта, высаживаю. Я в горизонтальном виде никогда не выращиваю, потому что, ну, чтобы они стелились по земле, просто потому что у меня участок очень маленький. Всегда выращиваю на шпалере. На шпалере вырастить два корня арбуза, это надо всего один квадратный метр. Все. И порадуйте своих детей, и сами покушайте. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok